Более 34 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Тверскую область. Еще столько же будет поставлено в ближайшие дни. Темпы вакцинации в регионе в последний месяц возросли в разы, в том числе из-за увеличения количества заболевших. Одни стремятся обезопасить себя, а другие продолжают верить слухам вокруг вакцинации. Тверские врачи рассказали нашему телеканалу, кто в группе риска заболеть тяжелым течением COVID-19. Сколько привитых попадают в реанимацию и какие штаммы коронавируса распространены на территории нашего региона. Наибольшее количество желающих привиться наблюдается с пятницы по понедельник. Именно в эти дни были продлены часы работы прививочных пунктов до 9 вечера. Рекорд свыше 7 тысяч привитых за сутки. Количество случаев заражения COVID-19 превышает 250 человек в сутки. Логично, что и спрос на вакцинацию вырос. Так, в середине июля «Спутник Ви» получили более 270 тысяч жителей Верхневолжья. Сейчас в Тверской области распространен индийский штамм коронавируса, или Дельта. Он имеет свои особенности, рассказал телеканалу главный внештатный эпидемиолог Тверской области. По данным наших отечественных ученых, доля этого штамма среди всех циркулирующих составляет более 80%. И как раз-таки именно этот штамм коронавируса, именно эта разновидность, она приводит к столь высокому темпу распространения. Рост заболеваемости происходит существенно быстрее, чем это было, скажем, во вторую волну. Коронавирус, по словам медиков, теперь более заразный и агрессивный. Тяжелая форма может развиться в считанные дни. Симптомы нового штамма кардинально ничем не отличаются от предыдущих версий COVID-19. Температура, слабость, головная боль, потеря вкуса и обоняние и так далее. Только вирус теперь не щадит даже молодых и здоровых. Мы видим тяжелую и крайне тяжелую форму течения болезни у пациентов 30-33 лет, которые не имеют никаких сопутствующих тяжелых заболеваний. У них нет сахарного диабета. И минимальный возраст пациента, который находился на среднем мации, это 18 лет. Усугубляет ситуацию жаркая погода, отказ от средств защиты и всевозможные слухи. Несмотря на обстановку, жители региона продолжают верить мифам вокруг вакцины. Как говорят медики, все высказывания о том, что прививка может вызывать бесплодие, проблемы с печенью, не более чем фейки. Научного подтверждения им нет. И сомнений в эффективности препаратов не имеют под собой почвы. Руководитель службы реанимации областной клинической больницы, которая бывает в красной зоне каждый день, рассказал, много ли привитых среди тяжелых пациентов. Реанимация областной больницы — это ссоры высокотехнологичных коек, которые могут оказывать помощь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Бывают мифы, что они забиты полностью пациентами, которые вакцинированы. Для меня это, конечно, было удивлением, потому что я смотрю этих пациентов ежедневно, и вакцинированных там нет. Вакцинированный заболеть может, но это чаще всего легкая форма. Прививка защитит от тяжелого течения, реанимации и интенсивного лечения, реабилитация после которого гораздо тяжелее, чем поствакцинальные проявления после спутника. Записаться на вакцинацию можно в поликлинику по месту жительства, либо можно привиться в одном из крупных торговых центров Твери без записи. Они работают с соблюдением всех требований. Подробности, адреса и часы работы можно посмотреть на сайте регионального министерства здравоохранения. Полную версию интервью можно посмотреть в программе «Тема дня» на сайте нашего телеканала. Тема дня